Сегодня у нас на обзоре пистолет Airganza Concept Anestewate или Anestewate Concept Airganza. Я не знаю как правильно, но это две компании слились вот в этот продукт. Это бюджетный инструмент, но с такой заявкой на успех. Что он из себя представляет? Именно эта модель AZ-3 HTE. Чем она интересна и может быть полезна нам в работе? Дюзу я выбрал 1.8 для работы. Это стандартная дюза для грунта-наполнителя. Он выполняет две функции. Я думаю все уже заметили вот эту пипку сбоку. Это пипка, отбор давления воздуха и подает его в бачок. Что у нас получается? Почему два пистолета? Один пистолет в таком формате, как я его сейчас собираю. Это грунтовочный. Закручиваем тут. Давления у нас не будет в воздух выходить. Ставим шлангочку, которая идет в комплекте. И у нас становится пистолет для высоковязких материалов. В секундах не знаю, не буду умничать. Но здесь у нас, у меня есть остаток ненужного мне по цвету раптора. Он готовый к применению. Я его развел с отвердителем, но не добавлял туда разбавителя. То есть продукт вязкий, как он есть. Сейчас буду наливать. Я его не буду фильтровать, потому что через фильтрующую воронку он не придет. Вот прям как есть, будем наливать его в бачок. Но прежде, но прежде. Сейчас мы его соберем на манометр. Посмотрим, в каком положении травит вот этот клапан, в каком он не травит. Я еще таким пистолетом не работал, поэтому не знаю. Интересно бы мне знать. Наверное, надо нажимать сюда. В закрученном положении он начинает сюда выпускать воздух. Выпускает он туда воздух только когда курок нажат. То есть он берет отбор давления после клапана. То есть сейчас ничего не давит сюда. Сейчас есть давление. Вполне себе прикольная штуковина. То есть выкручиваем. Оп, все. Ничего нету. Тишина. Интересная штуковинка. Думаю, пользоваться можно. И у него есть контрагайка, которую можно законтрить, чтобы он в этом положении не потерялся винтик. Вполне удобно. 1.8 АЗ-4. Я работаю на грунте. Я знаю, как он себя показывает. То есть по своим параметрам рабочим они должны быть одинаковыми. Он нас сейчас именно интересует на Рапторе. Поскольку ствол, не сказать, что дешевый, но он и недорогой. На грунте он справится по-любому со своими задачами. Потому что даже Галима Китай с ними справляется неплохо. Поэтому этот проблем, думаю, не будет вообще никаких. Втыкаем сейчас сюда шлангочки. Раз. Втыкаем шлангочку. Два. Что из себя представляет здесь? Бачок, крышка, уплотнительная резинка. Две уплотнительные резинки в комплекте. И два вот этих сопливчика тоже в комплекте. Про запас идут. Уточню. Вот эти штучки устанавливаются только в случае работы бачком под давлением. Когда мы просто грунтуем. Я думаю, использовать можно. Но, как я понял, острой необходимости в них нет. Он защищает вот эту крышку. Именно вот этот выходной клапан. А так, по факту, сюда подходят и обычные крышки. Я так понимаю. Потому что бачок очень похож. Да, пожалуйста, стандартная крышка от Эрганза становится без каких-либо проблем. Это очень... Я думаю, это очень хорошо. Так. Бухаем сюда густячка. Давайте всё. Что нам терять? Густячка. Одеваем прокладочку. Одеваем крышечку. Трубочка проворачивается в крышке. Поэтому крутить можно спокойно. Сейчас. Закрутим этот вентиль. И пойдём навалим. Это то, что мне от него больше всего, собственно, и нужно понять. Наваливает он или нет. Ну, давайте посмотрим. Давление 1,8. Слышно, что он в бачок надувает сейчас сам себе. Начнём. Факел. Вроде как на всю. Подачу материала. Сейчас тоже выключу на всю. Лишь бы глади выпало. Попробуем. Ох. Ого. Факел многоват. Для этих задач многоват. Ого. Вот это валит. Много воздуха. Материал слишком вязкий. Воздух успевает быстрее в бачок пролетать. Понял. Сейчас. Сейчас его. А ну, надо глянуть. Может, реально там. Да не, ну не могло. Я там навалил. Нормально. Он его успевает продувать. И получается, делает туда дырку. Хотя да. Расход. Как будто с этого. С барашкового кидаешь. Принеси, пожалуйста, банка. Там осталось. Я сейчас дольюсь. Блин. И давление меньше. Ну, тут надо же приловчиться. Я же не вижу, сколько тут чего. Но он его, получается, успевает. Видишь, продуть. Материал настолько вязкий. Я это без разбавона, без нифига. И он успевает воздухом. Да, да. Давай я. Сейчас мы ее всю доплюхаем. Это то, что мне не нужен. Зелененький он был. Я не ожидал, что он его так активно прямо будет. То есть, когда мало материала, он не убит. Ну, он, получается, продувает. Раздувает. Да, и проходит чисто воздух, без каких-либо сопротивлений. Тут надо выбрать точную, понять, сколько вот сюда давать. Он либо не будет дуть, либо, получается... Так, я доработал уже. Уменьшилось материал, у него здесь критический. Да. Вот это... Ну, вот, когда она подходит к конусу, это все критическая точка по материалу. Ну, так зато за один проход, Ляшу, это не разбавленный, вот в чистом виде, как он есть. Если чуть подразбавить его, чтобы шагер поменьше. Ну, шагер в аккурат, вот как с этого, с бараны, когда кидаешь, с гравиного. Только факел равномерный и полос не наделаешь. За один заход укрыто, слышишь, вообще идеал. Да, все, начинаешь запускать воздух. Скорость выплевывания просто сумасшедшая. Удивлен я, удивлен. Ну, на грунте, я уверен, он справится с грунтом без давления. Не было такого, на грунте же он тоже не нужен. Нет, так грунт тебе не нужен. На грунте же тебе не нужна. Это обычный грунтовочник. То есть все, ты трубку снял, это обычный грунтовочник. Вот эту хренотень выкрутил, чтобы она давление сюда не давала. И все. На жидкальке можно чуть-чуть-чуть. Ну, либо на жидкальке чуть дать, потому что дюза 1,8 все-таки, на всякий случай. Это же важно, что дюза 1,8, а шагрень. Ну, да. 1-миллиметровый сокол. Да. Классный ствол за свои бабки. Я думаю, есть перспектива у этого инструмента. По факту небольшого теста. На мое сугубо личное мнение, ствол огонь за эту цену. Два в одном. Преимущество перед, допустим, конкурентами, у которых вот у меня есть Сагола 3300. На нее двойной манометр с отбором мощности. Там шланг длиннее и ручка длиннее. Но там одно но. Регулировка точнее на втором манометре отбора мощности. Можно точненько выставить и видишь, сколько будет забираться в бачок. Тут же надо просто приловчиться. Но цена вопроса. Цена вопроса, по сути, стоимости манометров на вот этот пистолет. Завистыву. Поэтому, я думаю, он у нас приживется. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok